Насколько были не схожи пути объединения Италии и Германии? Мы определим значение становления национальных государств Италии и Германии, сравнивая исторические события разных стран в один и тот же период времени. Предлагаю вспомнить материал, изученный на прошлом уроке. Вам необходимо ответить на вопросы, выбрав один вариант ответа. В какой стране по решению Венского конгресса присоединили северо-восточную часть Италии? Австрия. Определите центральные задачи революции 1848-1849 годов в Италии и Германии. Ликвидация политической раздробленности и объединение государства. В XIX веке в Германии и Италии распространилась идеология национализма. Именно под знаком национализма произошли два таких крупнейших события европейской истории XIX столетия, как объединение Германии и Италии. Сегодня на уроке мы с вами рассмотрим процесс объединения Германии. На следующем уроке мы рассмотрим объединение Италии. После революции 1848 года за одно десятилетие Германия превратилась из земледельческой страны в промышленную. Число рабочих в Берлине выросло с 50 до 180 тысяч. Прусские крестьяне получили возможность выкупать повинности и земли. Доходы от роста цен на хлеб позволили прусским помещикам начать применять машины и наемный труд. Для дальнейшего развития капитализма в Германии необходимо было политическое объединение. Сторонники немецкого национализма связывали свои надежды на объединение Германии именно с Пруссией. Важнейшим соперником Пруссии в деле объединения германских земель была Австрийская империя, которая также претендовала на лидерство в Германском союзе. В 1862 году новый король Пруссии Вильгельм I назначил своим первым министром Отто фон Бисмарка. Отто фон Бисмарк родился в 1815 году в семье мелкопоместных дворян в городке Шонгауза в 70 километрах западнее Берлина. Воспитание будущего железного канцлера было проникнуто духом консерватизма. Он рос в уважении немецких традиций, лютеранской религии, прусской государственности и милитаризма. Юноша поступил учиться в гимназию в Берлине, а затем в университет в Готингеме. После окончания учебы юноша пробовал себя на гражданской и военной службах, после чего сделался помещиком, переехал в Померанию управлять семейными поместьями. Приход Бисмарка в политику совпал с революционным 1848 годом. Бисмарк был умным и прозорливым политиком консервативного направления. Поражение революции 1848 года с ее идеями объединения научило Бисмарка тому, что цели в политике достигаются только грубо силой и решимостью. Он выдвинул лозунг объединения Германии железом и кровью, то есть посредством войны. Став канцлером, Бисмарк стал развивать прусскую армию, которая стала одной из самых сильнейших в Европе. Образование Германии начинается с войны Австрии и Пруссии против Дании в 1864 году. В состав Дании входили две провинции с немецким населением – Шлезвик и Гольштейн. В октябре 1864 года конфликт был полностью урегулирован. В Вене был подписан мирный договор. Дания отказалась от своих притязаний на Шлезвик и Гольштейн. Герцогства были объявлены совместными владениями Пруссии и Австрии. Шлезвигом управляла Пруссия, Гольштейном управляла Австрия. Эта война явилась важным этапом на пути к объединению Германии. После окончания войны с Дании Бисмарк стал обвинять Австрию в нарушении договоренности об управлении провинциями. Пруссия внесла на рассмотрение Германского Союза план о его реорганизации. Согласно плану Австрия исключалась из Союза. Создавалась общая армия Германского Союза и избираемый на основе общего голосования парламент – Рейхстаг. Австрия осудила действия Пруссии. В ответ на это Пруссия вышла из Германского Союза и потребовала от германских государств встать на ее сторону. В апреле 1866 года Пруссия заключила с Италией договор о военном союзе против Австрии. В июне 1866 года началась австро-прусская война. При селении Садова прусская армия разбила австрийскую армию. 23 августа 1866 года был подписан Пражский мирный договор. Германский Союз был распущен и создан новый Северо-Германский Союз во главе с Пруссией. Австрия уступила Пруссии Гольдштейн, а Венецианская область отошла Италии. Пруссия присоединила Ганновер, Гессен, Кассель, Нассау и Франкфурт на Майне. В таких условиях власти Австрийской империи начали искать компромиссы с Венгрией, в которой в этот период существовало мощное национальное движение. В 1867 году заключено Австро-Венгерское соглашение. Государство было преобразовано в двуединную монархию – Австро-Венгрия. Предлагаю закрепить изученный материал. Вам необходимо определить, верно ли утверждение. Важнейшим соперником в Пруссии в деле объединения германских земель была Австрийская империя. Верный ответ. Новый король Пруссии Вильгельм I назначил своим первым министром Оттофон Бисмарка в 1862 году. Бисмарк выдвинул лозунг объединения Германии железом и кровью, то есть посредством войны. Верный ответ. В июне 1866 года началась Франко-Прусская война. Неверный ответ. В этом году началась Австро-Прусская война. Австрия уступила Пруссии Гольдштейн. Верный ответ. Бисмарк был уверен в том, что для завершения объединения Германии ему необходимо разгромить Францию. Поводом к началу войны послужили споры о кандидатуре на испанский престол. На этот престол пригласили дальнего родственника Вильгельма I, принца Леопольда. Император Франции Наполеон III был против этой кандидатуры. Заявить ноту протеста французское правительство поручило своему послу Винсенту Бенедетти. 9 июля 1870 года Винсент Бенедетти объявился в курортном городке Эмсе, где Вильгельм I поправлял свое здоровье. Он добился от Вильгельма I, чтобы принц Леопольд отказался от предложения. Но этого ему показалось мало. 13 июля 1870 года Винсент Бенедетти потребовал, чтобы король Вильгельм I дал письменное обещание никогда не покушаться на достоинства Франции. Вильгельм I ничего конкретного не сказал, предложив послу продолжить разговор уже в Берлине. Отто фон Бисмарку доставили из Эмса срочную депешу от короля с изложением всех событий, связанных с французским послом. И тут в голове Бисмарка зародилась коварная идея. Он вычеркнул из депеши обещание короля продолжить беседу с послом в Берлине. На следующее утро исправленный текст Эмской депеши был опубликован в газетах в следующем виде. Французский посол обратился к его величеству в Эмсе с просьбой разрешить ему телеграфировать в Париж, что его величество обязывается раз и навсегда не давать своего согласия, если Гогенцольдерны снова выставят свою кандидатуру. Тогда его величество отказался принять французского посла и велел передать, что Боли не имеет ничего сообщить ему. Как вы думаете, как французский двор отреагировал на эту телеграмму? Теперь это означало, что король Пруссии Вильгельм I вообще отказывается вести дальнейшие переговоры по этому вопросу. Возмущенный Наполеон III 19 июля 1870 года объявил войну Пруссии. Наспех сформированная из неопытных резервистов французская армия оказалась гораздо слабее прусской армии. 1 сентября 1870 года произошло генеральное сражение под городом Седана. Во Франции его стали называть Седанской катастрофой. Уже в феврале 1871 года было установлено перемирие. Франция признала себя побежденной. 10 мая 1871 года был подписан мирный договор. Согласно договору, Франция уступила Германии Эльзас и Лотарингию. Последний противник объединения Германии был устранен. Предлагаю закрепить изученный материал. Вам необходимо привести в порядок калейдоскоп. Проверим ваши ответы. В июле 1870 года император Франции Наполеон III объявил Пруссии войну. В сентябре 1870 года произошло сражение под городом Седаном. В феврале 1871 года установлено перемирие между Францией и Пруссией. В май 1871 года Франция уступила Германии Эльзас и Лотарингию. 18 января 1871 года в зеркальном зале Версальского дворца было объявлено о создании Германской империи. Прусский король Вильгельм I был провозглашен кайзером, императором. Германская империя являлась союзом 22 монархий. Бавария, Вюртенберг, Баден, Саксония пользовались ограниченной внутренней автономией. Гамбург, Бремен и Любек были вольными городами. 16 апреля 1871 года была принята Конституция Германии. Установилась Конституционная монархия. Объединение Германии произошло путем взаимовательных войн и реформ, проведенных Пруссией. Инициатива власти была поддержана широкими слоями населения всех германских государств, заинтересованных в объединении страны. За несколько десятилетий было достигнуто то, чего немецкие народы не могли добиться веками. С завершением объединения Германии была восстановлена историческая справедливость. Один из древнейших и крупнейших народов Европы обрел национальную государственность. Сегодня на уроке мы рассмотрели процесс объединения Германии. На следующем уроке мы рассмотрим, как этот процесс проходил в Италии. И постараемся ответить на вопрос, насколько были не схожи пути объединения Германии и Италии. На этом наш урок подошел к концу. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова